Этого события с нетерпением ждали славянцы. Один из старейших памятников Краснодарского края – памятник Таманской армии. В год своего столетия получил вторую жизнь. Состоялось торжественное открытие исторического монумента после реставрации. Об этом наш репортаж, открывающий выпуск новостей. Величественный обелиск, расположенный на берегу реки Протоки – это памятник участникам похода Таманской армии. Он является гордостью славянцев. Столетие назад, 23 декабря 1923 года, памятник был открыт при участии нескольких тысяч кубанцев. Обелиск стал одним из первых памятников Новой России. Он был задуман как место увековечения памяти тех, кто не вернулся с полей сражений. И вот после серьезной реставрации, к столетнему юбилею памятника, состоялось его открытие. Глава Славянского района Роман Сенеговский поблагодарил всех, кто содействовал восстановлению монумента. Памятник Таманской армии год своего столетия получил вторую жизнь. Он капитально отремонтирован, восстановлен и сегодня встречает нас вот таким обновленным, красивым и величественным. Это наша история, история города, история Кубани, история нашей страны. Мы гордимся и бережем ее. У нас в районе 47 памятников военной истории, все они объекты культурного наследия. Мы стараемся делать все возможное, чтобы сохранить историю, культуру своей малой родины. Сто лет назад на митинге открытия памятника присутствовали живые участники легендарного железного потока и их прославленные командиры. Благодаря энтузиазму кубанцев строительство памятника заняло менее года. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский отметил, что мы должны помнить свою историю. Вспоминяем события столетней давности. События, когда рождалось новое советское государство и люди, устремленные идеалами добра и справедливости, старались построить новую страну. Не просто это прошло. Это героический этап, одновременно трагический этап нашей страны. Давайте помнить свою историю. Давайте уезжать в свою историю. И в это находить время, приходить сюда и помнить, что все, что создано в нашей стране, создано поколениями наших предшественников. Тем, кого нет вечная память, а тем, кто сегодня в силах, только вперед, только строить, только созидать. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев сердечно поблагодарил строителей и реставраторов и вручил представителям общества мемориал благодарственные письма. Участники торжественного мероприятия услышали послания потомкам из минувшего столетия и так же, как это было сто лет назад, сфотографировались на ступенях монумента для истории. Состоялось возложение венков и цветов к памятнику. Для славянцев всех возрастов это событие, второе рождение памятника, символа нашего города, стало ярким и запоминающимся. Особенно были впечатлены ветераны. Этот памятник для меня очень близок. Мужа моего дедушка участвовал в походе, в героическом походе через Туапсейт. Он был один из первых красноармейцев, которые были переселены потом к нам. И вот этот памятник, он для нас, для всей нашей семьи. Дети наши его знают с детства. Это очень большое сделано дело для нашего города и района. Это памятник, которому сто лет. Восстановление монумента потребовало от строителей не только напряжение всех сил, но и применение богатого опыта. Мы еще понимали, что ваш памятник, этот символ города, который есть даже на вашем гербе, он единственный в России. Делая десятки памятников за 20 лет каждый год, мы ни разу не встречали такого архитектурно подобранного четко, в том числе и сложного, еще и с подвальным помещением, объекта, который так исторически красиво выглядит, во-первых. Второе. Он очень сложный в архитектуре и в работе, но он очень и красивый. И поэтому жителям города, мне кажется, он и нравится. И отношение еще к его истории, так как гидра раздавлена и наполнена вот эти барельефы патриотизмом, эти пушки, олицетворяют не только город, но и как защиту нашей Кубани, нашей Родины. Мы, обладая технологиями сто лет назад, смогли создать такой монумент. Даже нам было сложно его ремонтировать, воссоздавать, реставрировать те элементы с сегодняшними технологиями, которые существуют сегодня. Памятник, который стал символом доблести и отваги и местом поклонения павшим воинам, пережил свое второе рождение. Мы должны помнить тех, кто сражался за идеалы добра и справедливости. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».